Дорогие российские команды и параллельщики, добро пожаловать в день на курс дороги команды УДК! Дорогие российские 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 команды УДК! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Оказывается, результативной в исполнении Альбы Торренс. Причем здесь время у нее было и прицелиться, и поднять руки, и даже выбрать, может быть, траекторию. Там раскачивает соперника, либо нет, либо в лоб, либо остаться все-таки без сопротивления. Но с другой стороны, у Курска тоже в последнее время пошли броски. А Гвумики не впервые применяет свой дриблинг. Торренс прихватывает Агастус, вынуждая выйти за пределы периметра. Симона вокруг себя там уже троих собрала. Освободившийся Хардинг вроде бы откинула мяч, но в результате передача в никуда. Тауразий мажется, а средний Грайнер там чуть в щит не впечатала. И мяч и Агвумики, причем шла-то с таким расчетом, что вколачивала, и отскок бы пошел непосредственно в кольцо. А здесь снова передача на Агвумике. В партере борьбами отчистается у Динамовых. И Хардинг из-за дуги не забивает груда. Подбор в защите пока что. С трудом даются сегодня моменты, с трудом даются броски. Динамо во многом наверняка за счет слаженных оборонительных действий у ГМК. Ну вот первое удачное действие в защите. Осипова отбирает мяч у Грайнер. Следует стеночка с Екобсона. И Хардинг из-под кольца уже не промахивается. 15-10. Есть еще 5 очков у ГМК в запасе. И есть еще 5 минут до конца первой четверти. Здесь Бритни Грайнер снова оставили одну под кольцом. Она не промахнулась. И это уже очень серьезный повод для Гундерса Ветры, чтобы созвать тайм-аут. На ваших экранах только что промеркнула Кристи Толивер, которая не участвует в сегодняшнем матче. Так вот, я уже говорил сегодня, что у ГМК и Динамо находятся в тройке лидеров. Лисицы первая, Надежда вторая. Без единого поражения с Надеждой у ГМК играть 20 декабря в Оренбурге. В следующее воскресенье заключительный матч первого круга. И вообще календарный матч этого года Курск проиграл Надежде. Но в Евролиге команда, потерпев одно поражение, занимает второе место в своей группе. Ну а в том Актете, где выступает у ГМК, там вообще ситуация классная. Как же приятно видеть две российские команды на первом и втором месте. Это при том, что, еще раз повторю, олимпийский сезон мы провалили, не сумели отобраться на Олимпиаду. Но может быть хотя бы в Евролиге попадется, сюда удастся. Поймать, что называется, удачу. Ну а если говорить серьезно, то у ГМК и Динамо Курск, конечно же, одни из претендентов на выход и в финал четырех. Но для этого необходимо будет еще преодолеть барьер плей-офф. Впереди еще целый второй круг. У Курска очень непростые матчи с Фенербахчей и с Галатасараем. Хотя лидирующие сейчас в группе Фенербахча они в первом же туре уверенно обыграли. Затем уступили Галатасараю и Скио. Но у ГМК вот только сейчас поражение от Кайсери. Ну уж, если от Турции достается, то достается по всем фронтам. Но, с другой стороны, в конце концов, команды там всегда были сильные в любое время. Агумики под кольцом не стала сейчас в одно касание делать. Словно намеренно она сейчас шла на этот фолл, чтобы спровоцировать Сандрин Груда. Ну и в результате получается. Санемади Агумики, нигерик его происхождение, но коренная американка, вместе с Емуна Гасту, с Даяной Таурази. Они олимпийские чемпионки Лондона, чемпионки мира последнего, в финале которого ими была обыграна Франция. Франция вообще не везет в последнее время в плане финальных матчей. Достаточно вспомнить два последних чемпионата Европы. Сначала домашний 2013-го, в котором француженки уступили испанкам всего очко. Тогда, кстати, участвовали в той игре и Альба Торренс, и Сандрин Груда. А сегодня еще Мием не играет, которая в Курске только на Евролигу, насколько я понял, заявлена. Ох, какой бросок-то у Ирины Осиповой. Давненько я таких от нее не видел со средней дистанции. Обычно все-таки Ира приучала нас к полукрюкам, к проходам, а вот сегодня вот он со средней бросает. Ну и сейчас она временно отправляется отдыхать, и Татьяна Витмер появляется на площадке, в свое время тоже выступавшая за УГМК и ставшая в составе команды двукратной чемпионкой России. Это я про нее говорил, когда упоминал, что есть, мол, в составе команды такая баскетболистка, которая выигрывала в один год сразу два чемпионата Европы по разным возрастам. Вот Татьяна Витмер в данной ситуации и имелась в виду. В 2006 году это произошло. Ну а у нас продолжает ферить Бритни Грайнер, продолжает лететь у нее абсолютно все из-под кольца. 21-10, двузначное преимущество, но только с фолами пока начинаются проблемы. У ГМК это третье командное замечание. Тем временем замену в серию производит и Олаф Ламге, меняет своего разыгрывающего. Вместо Евгении Беликовой появляется Диана Нолан. Кстати, тоже очень приятный момент, выход Беликовой в старте. Евгения действительно здорово играет в Евролиге в этом сезоне. И как бы хотелось, чтобы на этом все только-только продолжалось. Ну а у ГМК продолжает атаковать. И Торренс из-под Агаскус очень хорошо сегодня, очень высокий, очень серьезный и мощный процент реализации сейчас с ОГМК. Хардинг под кольцом, долго не понимала, что в краске ей вообще никто не мешает. Идти назад это значит скорее всего там попасть под двойной ручеек Бритни Грайнер и Сандрин Грудая. А это скорее всего чревато перехватом, либо в виде блокшота, либо простым отбором. Торренс, еще два очка, падение, но все в порядке. Судя по всему Альба так на кураже здесь кувыркнулась. 25-12, где-то искать сейчас Курску надо вот эти самые 13 очков. Нет, но сомнений в том, что у них в конце концов полетит. Наверное, нет. Другой вопрос, как быстро они это сумеют организовать. Но вот Видмер уже под кольцом не сумела забить и даже подбор не взяла. И вновь сзади у Динамо есть небольшой провал, быстрый розыгрыш. И Альба Торренс, вот интересно посмотреть. По-моему, всего два промаха у ГМК было в этой четверти. Еще один момент. И Таурази даже сама не поверила, что здесь без фола. Отбирает она мяч у Татьяны Видмер. Ну и смотрите, еще первая четверть не закончилась. А Гундерс Ветра уже остается без тайм-аутов. Потому что второй перерыв сейчас вынуждают опытного тренера, в свое время вице-чемпиона мира, участника Олимпийских игр, брать у ГМК. Потому что, ну, разрядились они просто фантастически сейчас вот этой результативностью. Ну, кстати, о результативности. Вот говорил я вам о том, что только у ГМК и Курскому Динамо удавалось набрать в этом сезоне в Премьер-лиге свыше 100 очков. Более того, свои лучшие в плане вот этой самой результативности матчей команды провели именно в один день. 25 октября у ГМК тогда... А, 18 октября. У ГМК тогда разбил Иногинский Спартак, накидав ему 120 очков. А Динамовки со счетом 106-56 в гостях переиграли Ивановскую энергию. У ГМК спустя неделю еще 101 очко набрала в поединке с Новосибирским Динамо. Динамо Новосибирская область. Ну, вот, собственно, и все после этого. Вот только в этих трех матчах в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги кому-то удавалось не только набрать сотню, но еще ее разменять. Что-то будет сегодня, во всяком случае, у ГМК очень серьезно нацелилось. Обычно, кстати, в последнее время матчи с Курском проходили по иному сценарию. Три сезона подряд, 9, 10 и 11 годы, Динамовки сами создавали себе вот такое вот серьезное преимущество. У ГМК пришлось организовывать погоню, камбэк. Ну и в конце концов получалось, что называется, и догнать, и еще добавить. Сейчас все наоборот. Ну, вообще, последние два матча регулярного чемпионата, 16 февраля 14 и 15 декабря 14 года, они прошли за явным преимуществом у ГМК. У Гурска там вообще даже шансов близко не было. Но вот сейчас, исходя из того состава, из индивидуальных возможностей каждого игрока, есть, конечно, вариант посмотреть на какую-то интересную игру с такими качелями. Но пока что у ГМК заметно задрала планку. Наталья Виеру вместо Бритни Грайнер появляется. Уже неоднократно обращал я ваше внимание вот на этот тандем центровых. Ви-Ви, Татьяна Видмер и Наталья Виеру никак не удается вместе в одной команде сойтись. Потому что Наташа то в том же Курском Динамо играла, то вообще в Добрых Ангелах, то еще где-нибудь. Вот сейчас снова они друг против друга. Да, понятно, что здесь разница, опять же, в том же росте есть дров 2 метра у Натальи Виеру, 1,91 метра у Тани Видмер. Но все равно очень интересно посмотреть вот на это их противостояние. Тем более, что сейчас наряду с Марией Вадеевой это, по сути дела, главные пятые номера сборной России. Вадеева в спарте сейчас пока что играет. Не исключено, что в межсезонье может решиться вопрос ее переходом и куда-нибудь в другую команду. Но, в прочем, если она, конечно, сама это решит. Пробеж к Сандрин Груда. В данной ситуации, честно говоря, я думал, что был фол на броске. Но здесь надо именно на передвижении ног смотреть. Повтор не дадут. Да, в принципе, это, наверное, не принципиально. Там на скамейке запасных УГМК, наверное, так для проформы постарались. Арбитра поддушить, поскольку, ну, все равно 16 очков запаса уже есть, 2 минуты. А это четвертое командное замечание УГМК. Да, персональных фолов пока тоже по одному. Больше раза пока правил никто не нарушал. Да и мяч, кстати говоря, у Курска отбирается. Ну, в общем, пока ничем для гостей вот эта первая четверть не запомнилась. Кроме того, что Гундер с ветра уже взял оба таймаута. И пока ни один не помогает. Груда скидка на Альбу Торренс, которая на дриблинге ловит здесь и Харлинг, и Видмер. И Грайнер 10 очков уже набрала. У Грайнера Торренса это уже 15-е очко. Ну, вот красавица Альба, что тут скажешь? Не дают там Агастус забить из-под кольца. Но Симон удается, в конце концов, вынудить здесь Наталью Вьеру спровоцировать на фолл. Симон Агастус тоже интересный человек. Она и участница всех последних финалов чемпионатов мира. И на Олимпийских играх выступала и в Пекине, и в Лондоне. Ну, Олимпийские игры вообще сборная США последние выигрывает все, без исключения. Да и на чемпионатах мира американки только в 2006 году споткнулись. Но об этом чуть позже обязательно будет у нас в перерыве между третьей и четвертой четвертями историческая рубрика, новинка трансляций, не пропустите. Любопытные факты и ностальгия о баскетболистках, выступающих сейчас. Возможно, о лучшем вообще матче сборной России. Ну, вот в новейшей истории на таком мировом уровне, на уровне чемпионатов мира и Олимпийских игр. Понятно, что в Европе у нас классных матчей было немало. Так или иначе, сколько четыре чемпионата Европы выиграно. Якобсона по высоченной дуге запускает мяч, но не попадает. Двукратное преимущество у ГМК. Белякову оставили одну. Евгения, уже успевшая передохнуть, набирает еще два очка из-под кольца. Да, пока, честно говоря, надежды на интригу тают с каждой секундой. Мне тут на гостевой книге у ГМК написали, что как-то все скучно. Ну, хочется интриги, тем более, как в таких матчах. Ну, вот, правда, сейчас забыли Якобсоны под кольцом. Она и получила. И забила еще два очка. Так, а что там в плане результативности у Динамо? Шесть очков Хардинг по четыре Осипова огульники. Ну, редким эпизодом сейчас вот эта атака завершилась, когда не удалось у ГМК поразить кольцо соперника Якобсоны. Все исправится, когда у Динамо полетят трехи. Пока все мячи летят в руки. У ГМК уже три перехвата сегодня. Ну, и, соответственно, вот три такие передачи непосредственно в руки сопернику. Нолан, ну, вот сейчас уже позиционную атаку приходится строить. Но в результате Диана идет вперед сама, никого не задействует. А Гастус и Видмер здесь и вовсе друг другу чуть не помешали в борьбе за этот отскок. Формально его взяли, но Гундерсветра все равно недоволен. Ну, а кто будет доволен, когда ты будешь уступать уже после первой четверти 14 очков? И это ладно бы еще что-то получалось, но у соперника летит абсолютно все. Неоднократные провалы в защите. Соперник почти все забивает. Либо в быстром нападении, либо после четвертой передачи еще не было почти ни одной атаки вторым темпом. И практически не было длинного позиционного розыгрыша. Почти все укладывается в раннем нападении максимум. На попадание сегодня у ГМК отводится 12-13 секунд. У Динамо же напротив броски даются с большим трудом. Три прохода заканчиваются перехватами. Из-за дуги попаданий нет, тогда как у ГМК уже два. Ну и единственный, конечно, плюс это то, что много лисиц и фалят. И пока что со штрафных не мажут игроки Якульска, но это тоже достаточно слабое утешение. Ну и тех, кого в первую очередь ставила задача нейтрализовать, она не сработала. У ГМК сейчас сложно выделить кого-то основным. Ну и понятно, что пока в плане набранных очков основную нагрузку на себя взяли Грайнер и Торренс. У них сейчас больше не сгибалов. 25 на двоих, 26 даже. Груда два своих дежурных попадания исполнила. Проходы Тулрази. Ну и, конечно же, очень приятно за Женю Белякову. Посмотрим, насколько сейчас у Натальи Венеру будет борьба под кольцом. Судя по всему, сейчас ей придется чуть посложнее, потому что Ирину Осипову возвращает на паркет Гундерс Ветра, но Татьяну Витмер при этом не убирает. Так, и Людмила Сапова еще выходит на площадку. Не появлялась она в первой половине. Таким образом, задняя линия у Курска остается без изменений. Хардинг и Якобсоны, так они ни разу и не отдохнули. Сапова, наоборот, свеженькая. Осипова, собравшаяся с мыслями. Ну и Витмер, явно еще не остывшая от первой четверти. ОГМК Белякова все-таки заменена на Диану Нолан. Ого! Маша Черепанова вышла. Приятно. Она из-за травмы много пропустила игр героиня двух подборочных матчей Евро-2017 со сборной России. Ну, и в матчах из Болгарии, Швейцарии, Черепанова была наряду с Вадеевой, но из самых результативных. Вот, Сигаря, знай русского Ивана, к тем матчам примитно сказать, знай русскую Марию Черепанову и Вадеева. Так, ну и Якобсоны все-таки уходят передохнуть. 9 секунд она провела на площадке его второй четверти. И тут же уступает свое место Симон Агастус. Ну и Сапова против Черепанова. Нет, решила на Осипова. Осиповой, как всегда, необходим заслон. Очень сложно Ирине вот уже сейчас действовать, что называется, в одиночку, идти на пролом. Раньше это, особенно когда она в том числе и за ОГМК выступала, проблем не вызывала. Ну как же у нее хорошо поставлен средний бросок. Ну просто смотришь на Ирину Осипову и радуйся. Притом, что из сборной Тараси она не ушла. Да и вообще, из всех крупных турниров последних лет Осипова пропустила только чемпионат Европы 2005 года. Ну и то по уважительной причине. Горяйте какой. Вот. Грайнер, полукрюк. Естественно, сейчас на Бритни Грайнер все смотрят с особенно большим интересом. Ну потому что два Данка в одной игре тогда в бейдинге с Вологдой никто, наверное, не пожалел, что на эту встречу пришел. Ну болельщики у ГМК в любом случае не пожалели, потому что увидели очередную победу. Те, кто не пришел, ну может быть завидовал. Тем более еще игру смотрели не совсем хорошим акустическим сопровождением. Уважаемая Виктория Пэ, надеюсь, вы меня поймете. Ну и, конечно, в данной ситуации не было особых каких-то шансов у Вологды в том матче. Но команда более-менее где-то достойно сопротивлялась. Сейчас положение уже немножко другое. Черепанова пока вперед не идет. Ну там Грайнер, слушайте, в одиночку разбирается. Руку закидывает далеко назад. Видмер от себя отодвигает. В воздухе успевает каким-то образом еще координацию не потерять, да еще и бросить. 14 очков уже у Бритни Грайнер. 15, по-моему, у Торренс. Динамовки отвечают своей атакой, но пока что особо ни к чему это все не приводит. Черепанова на Нолан. Здесь Наталья Вьеру слегка разменялась. В результате Нолан на ее дистанцию вывели, но здесь все-таки Агастус очень серьезное препятствие. И Сапова! Получите блокшот от Бритни Грайнер. Там еще щиту дополнительно досталось. Сапова, вот основная ошибка ее в этом эпизоде в том, что она стала выжидать паузу. Бросать сразу нельзя, пожалуйста. Ну пусть это не стопроцентный блокшот, но так или иначе Грайнер нейтрализовала свою оппонентку, а дальше уже потеря. Как говорили в фильме «Бриллиантовая рука», остальное дело техники. А техники у Бритни Грайнер хватает. У Саповой все-таки при всему важен чуть поменьше. Таурази через руки Осиповой. Ох, сколько раз мы видели такое. Ну правда, один раз в одном матче на это можно было не обращать внимания об этом матче. Еще раз напомню, сегодня специально в нашей трансляции историческая рубрика. В перерыве между третьей и четвертой четвертями никуда никто не уходит. Ну а здесь пока что смотрим за настоящим. Даяна Таурази, Ирина Осипова, от УГМК еще Ольга Артешина пока сегодня еще на площадку не выходила. В стратегическом резерве она, естественно, значит, что-то, будем надеяться, появится. А вот это... Это два очка. Два пальца показал арбитр, я сейчас просто паузу выдержал. Два очка Хардинг, и она пока с 11 баллами самая результативная. Но все равно 15 баллов преимущество от этой форы сохраняется. И пока что поиски неутешительны для Курска. Но утешиться может только тем, что Грайнер чуть ли не впервые сегодня решила бросить со средней дистанции все свои предыдущие очки она брала либо из-под кольца, либо из краски. Не забила. А тут Грайнер еще Сапову скосила. Вот здесь уже контакт был не предусмотрен баскетбольными правилами. Так что это первый фолл УГМК. И два штрафных сейчас исполнит Людмила Сапова. Ну тут как раз Грайнер и дает возможность остыть. Меняет ее на Сандрит Грудам Олаф Ланге. Ну а вместо Дианы Нолан выходит Альба Торренс. Семьдесят синие переводят. А по власти Квартирские поджимы, жимы! Ну и Виеру еще вышло. Ага, интересно, сейчас сочетание будет у УГМК. Два мощных и две центровые. Ну и кстати, то самое противостояние Ви-Ви, о котором я говорил. Ну, Гундерста ветра больше своих центровых и не меняет. Может быть он даже и останется вот при этой расстановке Осипова-Видмер. Ну да, против УГМК иногда одной центровой маловато. Особенно если ты всерьез рассчитываешь на победу. Серьезно рассчитываешь выиграть матч. Ну вот Видмер сейчас Виеру опережает, перехватывает. Но нужно же еще завладеть мячом. А это не получилось. Сандрит Груда мяч перехватила. Никто ей не мешал. Ну и дальше несколько секунд уже прошли имени французской центровой, которая уверенно попала со средней. 41-26. Так пока ближе вот этих 15 очков к себе лисицы соперника. И не подпускают. Видмер одна. Проходит Виеру, не забивая через Наталью. Боролась она там правда сейчас до конца. Но Сандрит Груда еще не забыла наверняка повадки своей одноклубницей. Вот именно в борьбе за подбор, когда ты идешь за спину центровой. И в результате все это заканчивается не в твою пользу. Ну а здесь очередной фолк дает уже УГМК. Второй в текущей четверти. Ну и все-таки понимает Олаф Ланге, что нужен хоть один маневренный игрок, который если что будет страховать тыл. При всем уважении к Даяне Тауразе. Она сегодня уже и так немало сделала. Ну 6 очков правда всего набрала. Но тем не менее. Грайнер 14. И в розыгрыше снова Хардинг и Сапова. Агастус тут мяч едва не выронила. В краску зайти сложно. Но тем не менее Видмер. Видмер и вновь против Виеру. И снова Татьяне ничего не удается. Ну вот пока они так вот друг друга огорчают. Но если этот тандем поднаиграть и станет он действительно серьезным таким сборной, ну плюс еще Мария Вадеева, это будет интересно. Да, конечно, до уровня Марии Скипановой может быть никогда никто не дотянет. Но это самая главная наша ошибка. Мы всегда постоянно кого-то с кем-то сравниваем. Ну надо всегда смотреть, что каждое поколение это в первую очередь они сами. Что Мария Вадеева, это Мария Вадеева. Не надо говорить вторая Мария Скипанова, там Елена Баранова. Ну ничего такого не будет. Вот Ирина Усипова всегда остается самой собой. И ей отдельные аплодисменты. Очевидно мысленно поаплодировал сейчас Усипова и Олаф Ланги. А вот в адрес своих подопечных у него эмоции противоположные. Поэтому теперь уже он созывает тайм-аут. Еще раз напомню, что Бундас Ветрова бы минутных перерыва использовал еще в первой четверти. Ну до 13 очков сокращают отставание Лисицы. Мурский еще сегодня не раз не вел в счете. И очень сильно придется белым-голубым сейчас постараться, чтобы это в итоге произошло. Ну что касается Ирины Усиповой, то ее титулы можно очень-очень много перечислять. Три Олимпиады. Пятикратный чемпион Евролинии. Трехкратный чемпион Европы. Трехкратный призер Олимпиады имеется в виду. Но с другой стороны, если говорить о той же Симон Агастус. У нее два победных чемпионата мира, две Олимпиады. При этом, без всем не сказать, что она, как правило, была на лидирующих ролях. Всегда кто-то Пальму лидерство брал на себя. Либо Томсон, либо Таурази, либо Кэндис. Паркер тоже в свое время за ОГМК поигравшая. Но вот сейчас уже ситуация несколько иная. Агастус всегда был огнет на подхвате, где-то на подборе. Но при всем при этом весомый вклад так или иначе в победу носила. А двумяки, кстати, сегодня временно удалось выключить из игры. Если ее и видно на площадке, то только благодаря ее непосредственному там присутствию. Да, она набрала 4 очка, но у нее 2 фала, а это уже минус. Ну, сейчас пыталась она защищаться от Сандрин Груда. Вынудила ее отказаться от броска, но передача, когда по краям есть Диана Нолан и Альба Торренс. Это тоже не самый худший вариант. Там придумать-то можно все, что угодно. И вот, пожалуй, Сандрин на средней дистанции. Ну да, плюющееся кольцо Дивса иногда и не в пользу хозяек. Паркета действует. Черепанова против Саповой. И в результате вынуждает Людмилу совершить потерю. На триблинге забирает, в принципе, и может идти сама. Но на Торренс, наверное, здесь передачу можно было сделать. Альба возвращает мяч и Черепанова. Классно отработала визу в защите, отобрала в дальнейшем. Совершила проход, выждала паузу и все сделала грамотно. Там просто при пересечении средней линии еще был риск в двойном введении. Попаться ничего этого не произошло. Агастус и Агумики там пытаются что-то соорудить. И Симон в результате очень сложный мяч по диагонали забивает. Но через руки Сандрин Груда вообще всегда, в принципе, попасть непросто. Ну, здесь Агастусу это удалось. Опять же, это лишь эпизод. Какой стабильности не хватает. Ну, все мы не безгрешные. Вот и Альба Торренс сейчас не сумела перехватить передачу. Срочно активирует. Буквально подталкивает. Даже сейчас Гундерс ветра в спину. А нету Екобсоны. Ну, соотечественник, соотечественник, су так или иначе поймет. Меняет Люду Сапову, у которой 4 очка, так или иначе, в активе есть за 6 минут. Тем более, если учесть, что Сапова в данном сочетании, может быть, даже не самый активный. Игрок не самый тот, от кого в первую очередь требуется набор очков. Но от оборонительной действия далеко не всегда были лучшими. А это два очка с фолом от Альбы Торренс, против которой вновь не сумела Грумике достойно отзащищаться. Может быть, сейчас сборная Испании как-то особенно сожалеет, что уступила в финале сборной США в финале прошлого чемпионата мира. Глядя вот на то, как играючи Торренс разбирается и с Агастус, и с Агумике. Ну, понятно, что когда Таурази с тобой в одной команде проще, особенно в одном сочетании. Ну, сейчас нет Таурази... А, нет, есть Таурази на площадке, но и Грайнер тоже, в конце концов, хватает. Хардинг Осипова вновь за слот бросит, получает мяч сама. Никто опять не идет за спину. Бросать приходится либо самой, либо срочно отдавать за периметр. А времени на бросок уже всего три секунды. Хардинг этого, в принципе, чтобы избавиться от мяча и направить его в сторону кольца, хватило. Но не для того, чтобы изменить хоть как-то в пользу своей команды счет на табло. Он прежний. 46-30 в пользу у ГМК. Не успевает сейчас Осипова. Ну, и Грайнер тут уже просто играючи с ней расправляется, набирая свою 16-й очко. Кстати, первые и во второй четверти свои баллы. 48-30. И здесь уже Тауразия от заслона Осиповой пытается уйти. А Гвумики, ну, здесь не до брос был. Окажись, она еще на один шаг ближе к кольцу. Вариантов, наверное, бы не было. А тут уже Торренс вовсю издевается. Надо Гвумики передать человек под кольцо. Ну, Сандрин здесь неудобно было бросать. Все-таки Агастус тут, ну, только что на плечах у нее не сидела. Однако Лисиц уже вовсю куражится и сможет Курск это как-то установить. Пока только скоростной хардинг. Хоть худобедно как-то останавливают фолами. Но при наличии 18 очков запаса эти мелкие нарушения, думаю, особо никого не убедят. Если что, все равно можно попробовать. Можно раз фолить, два сфолить, третий раз уже остановить без всякого нарушения правил. И Кобсоны в одно касание. Ну, здесь Агвумики хорошо свой эпизод обработала. Отработала здесь претензий к ней, наверное, никаких. Ну, опять же, те самые отставания. Около двух минут всего остается до большого перерыва. Достаточно быстрая игра у нас складывается. Ну, с учетом того, что по большому счету пока на площадке только одна команда. Альба Торренс здесь Агвумики выходит. В угол на Диану Нолан бросать не решились. У Осипова уже Грайнер здесь откровенно пытается выдавить. А здесь Агастус не успевает перекрыть. Альбу Торренс 51-32 без шансов абсолютно. Но это называется, когда все летит. Это не просто слаженный командный механизм, это еще и украшение мяча. Очень даже строптивно. Ну, вот здесь Агасту! Спасибо! Настоящий подарок она преподносит у ГМК. Как так можно было не забить? Торренс, правда, тоже мажет. Но ведь Торренс-то мяч выигрывает. У нее вторая попытка из-за дуги. Мажет снова. Здесь Осипова выбирает грамотную позицию. Опережает Грайнер в борьбе за подбор. Который, кстати, в общей зачете сейчас тоже наверняка за Лисицами. Осипова уже бросать не стала. За спину Хардинг отдает. Сейчас начнется последняя минута второй четверти. Хардинг и Агасту здесь как-то пытались соперницу изловить. Ну, Осипова 10-е очко свое набирает. Пока у нее броски идут очень хорошо. Выводить Осипову на бросок. А дальше она сама разберется. Пока к ней защита не пристреляется. Но главное, что у Ирины самой в защите много проблем. Бритни Грайнер она раз за разом упускает. Почти половину своих очков сегодня Грайнер набрала. Из-за того, что не успевала, неправильно занимала позицию. Ну, в общем, из-за того, что так или иначе проваливала в защите Ирина Осипова. Да простите меня, Ирина, за такие слова. Здесь фол очередной. Уже пятый у ГМК командный. Так что штрафные сейчас бить будут в любом случае. Но, по ходу, делал даже 40 очков. Курск не настреляет в этой четверти. Тогда как у ГМК разменяла полтинник. И, в принципе, этим может быть довольно. Грайнер и Нолан отправляются отдыхать. А нет, даже и фол-то не пробивной. У Грайнера, кстати, три фола уже. Ну, в принципе, Бридни сегодня не на... А, нет, есть штрафные. Нет. Грайнер сегодня, можно сказать, в первой четверти дело свою великолепность сделала. Ну, а сейчас делает свое дело шумовая поддержка. Болельщиков у ГМК. Гвумики мажет. Ну, поровну у них сагас. Тут всего по 4 очка, по 2 фола. Ну, пожалуйста, 0 из 2. Еще одна атака, конечно, у Курска останется. Но там совсем по минимуму будет времени. Ну, и опять проваливается в защите от Бумики Сагастус. А здесь грамотно Беликова сделала. Она не стала заплять мяч. Она просто здесь психически так слегка поддушила Анета Якобсон. И та слегка... Та сначала решила было хватать мяч. Потом как раз вот это вот приближение состоялось. Мяч был выпущен. Ну, и все. Вышел за пределы площадки. Так что у ГМК вводит сбоку. Ну, 5 секунд там останется. У Курска, конечно, этого, в принципе, достаточно. Ну, Хардинг старается все-таки полноценную атаку сделать, украсть ее у ГМК. Не помогли Гундерсу Ветру. Ветры и таймауты. Поможет ли большой перерыв, сказать сложно. Ну, пока вот я только Ирину Осипову могу выделить. Да, у Хардинг больше очков набранных. Но Осипову хотя бы старается. Хардинг, тем более, сейчас еще и в защите неудачно сыграл. Четвертый фолл. Ну, уже откровенно убивают время. Ланги сейчас, если что, может и второй свой таймаут взять. Так или иначе, от второй четверти, в первую очередь, конечно, ждем, что Курск как-то более-менее в игру вернется. Ну, а у ГМК, как минимум, не опустится ниже своего вот этого уровня. Мажет Таурази. Ну, в концовке как-то похуже стал у Лисиц процент реализации. Ну, и понятно, когда полторы четверти, она почти стопроцентная, сложно удержаться. А тут не забивает Яковсона, из-за дуги не успевает Ирина Осипова на подбор. И все на этом. 53-34. У ГМК выигрывает у Курского «Динамо» более чем убедительно. Но еще две четверти баскетболисткам на паркете предстоит провести. Пока перерыв. 15 декабря матч «Ебраники» УГМК Екатеринбург. Сразится с командой «Тарку-Буржбаска» Франция. Начало матча 18.30. Не пропусти путь в игре. Путь с УГМК. Но мы продолжаем проводить награждение наших юных спортсменов, которые участвуют в кубке УГМК. И прямо сейчас на нашем подиуме будут награждены участники первого этапа кубка УГМК в Верх- и Севском районе. Для того, чтобы подчеркнивше вручить медали на шее наших победителей, я с удовольствием приглашаю Нику Варича Кага после двойного клуба УГМК, чтобы она помогла нам сделать. Поднимайся. Две. Ну что ж. Третье место. Занимает. Ведь я не знаю, что среди девушек. Занимает школа номер 140. Давайте поблагодарить своим аплодисментами, друзья. У всех, кто остался на трибунах, помогайте мне проводить награждение. Какой удушительный состав команды. Ну что ж. Петали и диплом. Лично против тренера, конечно же. Вручитель тренера, он сданет, конечно. Обязательные подарки от баскетбольного клуба УГМК из рук Лисицы Маши. Это неотъемлемая часть нашего награждения. Никакайте, пожалуйста. Достойнейшее третье место, друзья. Юлия спортсменки, которые в перспективе, надеюсь, что войдут в состав команды УГМК, либо хотя бы просто продолжат заниматься женским баскетболом. Ну что ж, медали на груди. Еще раз добавим улаженов для третьего места. Спасибо вам огромное. Их народе восхоливо. Итак, второе место. Среди участников первого этапа Кубка УГМК по верхней сельскому району занимает гимназия номер два. Поспешите даже к нам на бодио. Легкой походкой. Также показайте второе место. Вот здесь кровно. Четыре игрока. Но тем не менее, педали мы приготовили абсолютно на все. Тихо, в руки тренера лично. Помогайте, Никит. Весить все древние медали. Наша Кубка. Пожелаем больших успехов вам. Дальше в вашем спортивном влиянии. Занимайте исключительно три сабы. И ставьте, стремитесь к первому. Гимназия номер два. И второе место. Пошли. Спасибо огромное, юная Лере. Спускайтесь в поле. Так как у нас предвидится ликер. Чемпион. За данный момент первое место. Которое достопочтенно заняло школу номер 63. Фордовая форма. Практически бодрый боевой состав команды. И первое место. Одинец прямо в цветную руку в Лиге. Прямо как знали, что чемпионы одеваются в фортовые. Да. Как вам снова представить? Трудовый дар ваша память. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Все ребята, которые появляются на нашем подиуме, обязательно пройдут. Уже почти, можно сказать, полфинал, который пройдет в феврале месяца. И там мы узнаем победителя. Второе место под вашим аплодисментом продолжаем с подиума. И переходим к самому главному местному, а он уже местному городисту, который занимает лицей номер 12. Очень экстравагантная баскетбольная форма, больше, как вам это не скажут. Даже можно применить это, но тем не менее, именно нас, эти ребята, пришли к феврале. Пошли из первого места, друзья мои, там самочтительнейшая золотые медали, звук Тихий Валич. Я уверен, что для юношек это памятный момент, поэтому обязательно за отмечением. Видите это все и ищите проявления на вашем сайте, на вашем контакте, во всех фотообщемах, друзья. Это касается всех и каждого, кто на ваших трибуках, проявляйте активность. Другой в контакте, получайте прицепить на танке от баскетбольного клуба Буганюка. Пошли еще разок. Лицей номер 13. И это стоп! Провожаем вас в контакте, мои юношки. Спасибо вам огромное за то, что занимайтесь спортом, вы выбираете иди за баскетбол. Ну а я с удовольствием перекажу к награждению СМС чата, точнее тех людей, которые победили именно в нем. Где же мои победители? Распишите к полю. Все роли у нас много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Вы здесь. Хорошо. Остан тоже легко. Паша, поднимайся скорее к нам. Победитель, с которым познакомимся, быстрее. Юлия. Яночка. Саша. Иван. Как же его тоже смутится? Очень приятно, Юлия. 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 Эти аплодисменты. Эти подарки от послепольного клуба. Разумеется, специально для вас. Давайте аплодисменты. В поддержку мы проводим СМСЧ. Спасибо огромное. Кто у вас еще остался? Конкурс ВКонтакте, где победители. Кто хочет получить? Поднимайтесь. Поднимайтесь. Поднимайтесь к нам сюда. Как вас зовут скорее? Настенька. Вы получаете приз. Вы получаете приз. За участие. И за победу из руки системаши. Забирайте. Один пакетик, конечно же. Берите. Угощайтесь. Один. Аплодисменты. Победа в конкурсе ВКонтакте. Еще. Тоже ВКонтакте. Как вас зовут? Евгений. Еще раз. Евгений. Пожалуйста. Также у вас заслуживает приз. Проявляйте активность, друзья. Призы получить легко и просто. Совсем скоро мы продолжим баскетбол. Голеты ожидания. Питовная энергия. Ждем вас, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем нашу трансляцию. Из Екатеринбургского дворца игровых видов спорта женская баскетбольная премьер-лига УГМК Динамо Курск 53-34 в пользу хозяек паркета по итогам двух четвертей. И ни в одной из них у бело-голубой команды шансов-то особых не было по многим показателям, если не сказать, что вообще по всем, лисицы соперника опережают. Надо взять хотя бы подбор здесь на своем щите УГМК-17, в то время как Динамо Кикурска в атаке лишь два раза выиграли щит. Ну, в свою очередь, УГМК-3 подбора на чужом щите, всего 20. И здесь самая активная Сандрин Груда и Альба Торренса, также Бритни Грайнер по четыре подбора. У Альбы Торренса вообще фантастическая статистика. У нее 6 из 6 попаданий со средней дистанции, 2 из 3 с дальней и все штрафные Альба забила. В общем, у нее сейчас 21 балл в полном соответствии с игровым номером. У Бритни Грайнер 18 очков и тоже практически полная стопроцентная результативность, но она все забила со средней дистанции. 9 из 10 штрафные не бросала, на 3 очков и также не остановилась. В общем, вот вдвоем они набрали почти что 40 очков. Ну, однозначно больше, чем вся команда «Динамо Курск» вместе взятая. Что у Курска? Ни единой минуты, ни единой секунды. Покоя не было у Линцы Хардинг, которая все 20 минут отбегала. Ну и пока самая результативная, с 11 очками. Но при этом показатель плюс-минус у всех бело-голубых отрицательный. Кроме одной спортсменки. Зовут ее Людмила Сапова. Она набрала 4 очка. Ну и плюс 4 у нее КПИ. Все остальное у всех остальных в минусе. Какие-то особые статистические моменты у Курска даже и отметить не могу. По подборам, я уже говорил, у ГМК сильнее. Потерь у Куряна к 10. Причем здесь Ирина Осипова неоднократно. Я ее отмечал, что она красиво забивает. Забивает-то да, красиво. У нее 10 очков, 5 из 6. И опять же только один промах. Два перехвата, кстати. Ну у Сандрин Груда побольше. Три, у Альбы Торренс тоже два. Ну у Альбы тут вообще у нее передача. Три, перехвата в два. Только что блокшота мне отметилась. Ну у Бритни Грайнер один блокшот отметили. Как собственно Ирине Осиповой. Но зато три потери. Один фолл и 12 очков из-под нее забили. Это конечно не очень хорошо. Тем не менее, Осипова сейчас на площадке. У Сандрин Груда уже вторая пробежка. Сегодня это попадание. Защит она не будет. Курск начинает третью четверть с Хардинга и Капсона в защите Агастуса, Гумики и Осипова. И в нападении Осипова на позиции центровой. У ГМК в защите Белякова Таурази. Альба Торренс на позиции форварда. И две центровые Бритни Грайнер и Сандрин Груда. Ну собственно здесь ничего не меняется. Полностью стопроцентно первые четверки. В ногу сыграла сейчас своей садечественница Симона Агастус. Сбоку будут вводить сейчас Динамовки. Собственно говоря, сама же 33 номер это и решила сейчас сделать. Но нужно здесь сыграть на короткие. И Капсона пробежала. Выбегает на периметр. Пытаются так позицию занять сейчас Динамовки, чтобы без сопротивления как-то худо-бедно атаковать. Но это не получается. Да и у Симона Агастус тоже трехочковый сейчас оказался смазанным. В общем первая минута третьей четверти пока еще не завершилась. Динамовкам забить не удалось. Но и в обороне они отработали. Смахнули сейчас по правилам этот мяч с кольца после броска. Альбе Торренс так или иначе подбор в защите себе записали. Что в принципе тоже неплохо. Ну и решили сейчас с дальней дистанцией бомбить. Но у Агумики никогда особо не была замечена в такой серии точных трехочковых. Ну если конечно не случались какие-то матчи, когда реально все летит. И даже сам Хуан Карлос Навара и Стивен Карри тебе могут позавидовать. Здесь ничего подобного не произошло. Очередная атака у ГМК. Но вот пока в позиционное удается Лисиц заманить. Но это тоже не получается. Через Осипову почти что из-за периметра. Стоя на линии Сандрин Груда по высокой дуге направляет мяч точно в кольцо. Здесь никаких шансов не было этот мяч собственно накрыть. И что он там вдруг как-то сменит направление. И здесь Груда уже в перехвате преуспела. Таурази чуть не по волейбольному уже дает мяч назад. Но Хардинг вовремя успевает в защиту вернуться. И исключает поражение кольца без сопротивления. И Капсона через Таурази на Осипову. Вот и у Ирины случился промах. Может быть отчасти потому что вовремя здесь Бритни Грайнер на нее выбежала. Ну если не напугала то во всяком случае хоть как-то прицел сбила. Однако Динамовки тоже очень быстро разрядили атаку ГМК. И сейчас готовят свое наступление. Которое впрочем быстрым и ранним не получилось. Хардинг затормозила Сандрит Груда. Осипова и здесь за слоном помогает. Хотя сама несколькими секундами ранее была остановлена Альбой Торренс. Ну и все до броска тела не доходит. Поскольку Хардинг угодила мячом себе в ногу. Да вот пожалуйста на повторе все это отчетливо было видно. И сейчас очередная атака Лисиц. Две с половиной минуты. Команды в третьей четверти уже отыграли. Отбегали. Время летит незаметно. И вновь Бридни Грайнер на ходе Сандрит Груда. За спиной у Ирины Осиповой. Вновь капитан Динамо. Бессильно что-либо противопоставить Грайнер. Которая 20 очко набирает. Ну и сейчас у них Сальбой Торренс начнет. Соревнование за звание самой результативной. Вот только сейчас удается усилиями Симон. Усилиями Агвумики из-под кольца. Курску хотя бы два очка набрать. Но все это уже настолько неаккуратно. Здесь Сандрин даже не страшится, что Таурази там может вылететь за пределы площадки. В конце концов она знает, что спасение так или иначе состоится. Дальний получился отскок. Усипова подбор забирает. Хотя там Груда очень неплохо с Агвумики разобралась. И отодвинула ее уже и на прямых ногах. Как в принципе Сандрин всегда удобно атаковать. В общем здесь все было сделано в лучшем виде. А вот здесь Агвумики уже от Сандрин уходит. В какой-то момент буквально поймала ее на концентрации. Даже как-то немного странно такое видеть в исполнении Сандрин. Но в конце концов с кем не бывает. Во всяком случае целых 19 очков преимущества у ГМК. Есть так, что все эти попадания рабочие моменты. Вот устроит курс к серию попаданий. При всем при этом, что у ГМК хотя бы 4 минуты не будет лететь ничего. Тогда можно будет разговаривать. Пока ситуация иная. Более того, здесь еще и достаточно грубый фолл со стороны Анета и Капсона. Ну и розыгрыш позиционки. Он в принципе у ГМК здесь устраивает. Осипова сама себе, по-моему, этот мяч в кольцо сейчас забросила. После передачи опять же наброса Альбы Торренс на Бритни Грайнера. Вот здесь можно бы и повтор посмотреть. Ну понятно, что на Грайнера эти очки запишут. В баскетболе, как и в хоккее, нет автоголов. Ну в общем, далеко не самый лучший это размин. Ну а кого? Видмер, что ли, ставит против Грайнера? Как вариант. Ну Осипова в нападении отыгрывается. Отыгрывается в нападении. 12 очко набирает. Его только сейчас 40. Загорается при счете Динамо-Курск. Ну а здесь Грайнеры-Тауразии друг друга не поняли. Но зато зрители потрогали мяч, который вколотило несколькими секунд обирания в кольцо Динамо. Автор двух потрясающих Данк. Ну, Данки как Данки. Но в женском исполнении это редкое явление. Это в НБА можно их делить на определенные категории. И за спины, и с навесом, и алиупом, и данкшот, и после прохода. В общем, там, конечно, подборку можно увидеть. Женская же подборка, она иногда включает в себя попадания, собранные за несколько лет. И то, дай бог, чтобы они хотя бы 3 минуты заняли. Но это, конечно, если их не смаковать с разных планов подборов. Игорь Кудряшкин на ваших экранах вице-президент баскетбольного клуба УГМК. А Динамо атакует. И Хардинг через руки Тауразии попадает. 42-59. Плюс 19. Максимальное лидирование УГМК сегодня составляет. Ну и лидер у нас менялся всего один раз. А счет равным был всего однажды, когда было 0-0. Беликова на Вегеру. Ну вот здесь от двумеки защищалась. Неравнаценный немножечко был размен. Но Уосифа уже решила по полной программе за Грайнер присматривать. Поняв, что пропустила сегодня уже на несколько матчей к ряду, Ирина все-таки решает начать частично реабилитироваться сейчас. Ну, с другой стороны, у Курска есть еще ответная игра на своей площадке, которая пройдет в марте. Еще раз напомню, что до этого в премьер-лиге дома Курск в двух последних сезонах дома УГМК побеждал. Ну и Агумики уже шестой очко подряд набирает 59-44 на расстоянии 15 очков. УГМК соперника к себе подпускает Акбартона. И Холла в банке по такому счету, естественно, берет тайм-аут, чтобы просто-напросто какие-то коррективы внести. Потому что Агумики, с которой в первой половине матча справляться получалось, никаких там особых проблем не было, то сейчас она уже с различных дистанций не бросает. Ну, может быть, потому что просто сама она захотела. Между прочим, у Бундерса ветры, если какой-то разговор был со своими подопечными в перерыве, то очень короткий. Потому что весь перерыв Бундерс вместе со своим помощником сидел вот здесь, на площадке и обсуждал. А баскетболистки там были сами себе предоставлены в раздевалке. Ну, понятно, что пару слов ветра все-таки своим подопечным сказал. Ну, это опять же обычная практика для баскетбола, когда тренеры быстро выходят из раздевалки. Но тренировать, как говорят специалисты, за это время не получится. Здесь уже необходимо воздействовать на мозги, на разум, на сознание спортсмена. Ну, а там уже они сами все равно все воплотят. Так или иначе, не самому же Бундерсу ветре выходить на площадку. Ну, был же у него шанс еще, когда он тренировал питерский Спартак. И когда мяч прилетел к нему, он сделал передачу. И партнер, ну, его подопечный забросил трех очков. Понятное дело, что такой мяч засчитать не могли по всем правилам. Но эпизод был красивый. Его потом много раз разбирали в интернете. Бритни Грайнер вновь через Осипова забивает со средней. И уже набираем 22 очка. Обходит временно сейчас Альбу Торренс в борьбе за звание самой результативной спортсменки этого турнира. Хардинг тем временем уходит от Таурази. Нарушение здесь было. Не стали арбитры давать отложенный фолл. Сразу же его зафиксировали. Ну, в принципе, продвижение Хардинг к данной ситуации кольцу ГМК можно было назвать таким. Относительно перспективным. Якобсона вновь на Хардинг. Таурази встречает. Бросит за слона. Гумики отталкивает. Но она остается на дуге. И трехочковый не забивает. А там не рассчитала Осипова с точкой подбора. Нолан его забрала. Прошла всю площадку в одно касание одной рукой. Там сейчас уже Альба Торренс планировал эту атаку завершать. Наталье Виеру было на подстраховке. Но в конце концов ни то ни другое отличиться не удалось. И вновь Сапова вместо Якобсона. Прически у них одинаковые. Чем-то они даже внешне похожи. Немножко. Таурази скидка на Торренс. Которую Сапова слишком поздно заметила. Но трехочковый оказался не точным. Легкий подбор Симона Гасту. Здесь уже атака развивается достаточно быстро. Грайнер отодвинули. Осипова на дугу. Может быть когда-то Ирина и трехочковая забивала. Я честно говоря поочию не припомню такого. Хотя кое-что вам обязательно напомню в перерыве между третьей и четвертой четвертями. А Сапова тем временем из-за дуги мажет. И вновь Осипова не успевает к подбору. А то у Разина Сейрос под кольцом уже занимает правильную позицию. Наброс не проходит. Сапова встречает Торренс. Но там Грайнер заслон. Людмила на него напарывается. А здесь уже приходится только фалить. И это у Динамо всего лишь первое нарушение командное. Да вот так вот уже меньше трех с половиной минут остается до конца третьей четверти. Нет, второе все-таки. И только вот три фаллаут двух команд. Груда вместо Грайнер. Видмер вместо Осиповой. Отдых здесь конечно необходим. И тем и другим. И Таурази уже очень хитрым выбросом на Груда играет. Моментально тут же к ней присоединяется на периметре. Проделывая достаточно приличное расстояние. Ну а дальше уже слоу берет Альба Торренс, который всех убивает на дриблинге. И убивает, и убирает. И через Татьяну Видмер в лоб подвешивает мяч в кольцо. Там уже просто без шансов было. Но быстро тут же перепас затеяла Акбумики. Видмер оставила. Видмер попадает под блокшот Вьеру. Вот он. Супертандем российских центровых. Виви в силе. Где вы еще такое увидите? Попадание со средней дистанции Дианы Нолан. Он вы наоборот можете видеть в каждом матче. Но думаю радость сейчас от него. Вот попадание у болельщиков у ГМК. Не меньше. 65-44. Опять проваливаются все попытки Курска совершить погоню. Опять уже больше 20 очков преимущества у ГМК. И вот не скажешь сейчас вроде бы что играют лидеры. Напомню что именно у ГМК обыграла Курская Динамо в апреле этого года в финале Евроли. В полуфинале Евролиги. Но Динамовки потом сумели собраться и нанесли поражение Фенербахче. У ГМК же в финале не справилась с чешским ОСК. Хардинг. И уже Видмер помогает заслоном. Но в конце концов приходится разыграть двоечку и снова через центровую идти. А тут Нолан. И вновь заслон необходимого времени все меньше. И все-таки сумели разыграть комбинацию. И Видмер здесь успела оторваться от Вьеру. И фактически с сиреной. Но забросила этот мяч в кольцо. 65-46. И около двух минут остается до третьего перерыва. Наталья Вьеру. Беликова на площадке. Беликова. Торренс. Вьеру. Нолан. Груда. Вот такая легкая достаточно сейчас пятерка. Вьеру против Видмер. На дриблинге не забивает. Сама же подбор берет. В конце концов мяч достается Евгении Беликова. Еще 13 секунд. Вьеру заслон. Ну а Гастус там. То есть справа, то слева. Из-за нее выбегает. И грозится отбор от мяча. Здесь Агвумике слишком высоко поднимала руку. Не менее высоко пришлось поднимать мяч из Андрин Груда. При этом броске, чтобы его уже никто там из защищающихся не зацепило. Однако провалиться он все-таки не сумел. Сапова. Вроде бы верную передачу Видмер ей сделала. Но у Людмилы с подбор с подъемом и обработкой проблемы оказались. А затем еще и с передачей. Если бы здесь Альба Торренс не зацепила Татьяну Видмер, то у ГМК могла бы получиться перспективная контратака. Однако сорва... А, даже не то. Ну а кто виноват? Сначала Видмер цепляла свою оппонентку, потом Торренс свою. Так, Торренс уходит. Черепанова вместо нее. Третья командная у ГМК, но не пробивной. Полторы минуты у нас остаются всего до третьего перерыва. Значит, до той самой исторической странички. Харнинг уходит от Нолан. А Гастус со средней успевает Вьеру поднять руку. Но этого для Симона оказывается недостаточно. И 50-е очко динамовки набирают вновь на расстоянии 15 баллов подбираются. Или 48-е. Что-то у нас тут табло запаздывало. Или это... Да нет, это я выдаю желаемое за действительное. Да, 48-е все-таки это было очко. Динамовки не забивают, защите отрабатывают. Но сейчас тоже полтинник точно состоялся. Убежали вдвоем Агастус и Хардинг. И Лейла Линсой, прошу прощения, замкнула эту передачу. 65-50. Вьеру за слоном помогает. Нолана так и бросать не рискует. Черепанова на Сандрин. Ну и Груда здесь уже просто-напросто проходит два шага в краску. И делает высокую передачу. Однако забить не удается. Начинаются подборы получаться уже у Курска. И команда медленно, но верно, организует атаку. Очень важно сейчас Динамовкам так или иначе забить. Желательно трехочковый. Тогда в матче вообще какая-то определенная интрига сохранится. Здесь от Беляковой мяч уходит 4,7 секунды. Сейчас Гундерсветра таймаут уже брать не будет. Побережет их по возможности. Так или иначе в своих подопечных так или иначе опытный наставник верит. И вновь Белякова. И вновь от нее уходит мяч. Но всего 0,6 секунды прошло. Ну фактически те же 4 секунды и остаются на завершении. Этой четверти концовочка которой, как видите, слегка затягивается. Передача на Сапову. И Людмила успевает с разворотой выбросить, но не попасть. Все. 65, 50, 15 очков преимущества УГМК перед четвертой четвертью. Но я напоминаю, что сегодня в составе обеих команд, как я уже говорил, очень много титулованных спортсменок, олимпийских чемпионок, чемпионок мира, в Европе, вице-чемпионок Европы. Но в сентябре 2006 года состоялся, на мой взгляд, один из самых красивых и классных для всего российского баскетбола матчей. В Бразилии проходил чемпионат мира. И в финале встретились сборные России и США. В том матче из нынешнего состава УГМК принимала со сборной России участие Ольга Артешина. Она пока сегодня на площадку еще не выходила. Хотя числится заявки на сегодняшний матч. Как и Елизавета Комарова и Анна Петракова, которые пока еще ни секунду не сыграли. Ольга набрала 12 очков и забросила 3-3 очковых. По дабл-даблу оформили Мария Степанова и Татьяна Щеголева. Ирина Осипова не набрала очков, но очень хороша была. И 18 баллов Оксана Рахматулина. С другой стороны 21 очко Даяны Таурази. 13 очков Кэндис Паркер. 8 очков Сьюберт. Великолепная Дилиша Милтон. Симон Агасту в том матче не участвовало. Но сборная России сумела тогда опередить американок и победить их, и выйти в финал. Это при том, что наши выиграли третью четверть 21-6, а четвертую проиграли 17-30. Но, увы, в финале мы не смогли остановить Австралию. Это конкретно Пенни Тейлор, которая потом настреляла 28 очков. Ну, а американки тогда в матче за третье место оторвались на Бразилии. 99-59. Тогда 28 очков набрала Даяна Таурази, забившая 6 трехочковых. Это последняя на данный момент великая победа сборной России на международных турнирах. Потому что тогда мы вышли в финал чемпионата мира, и самое главное, это наша последняя победа над сборной США. После этого судьба сводила нас в полуфинале Пекинской Олимпиады, где мы уступили. В полуфинале Лондона уступили француженкам, ну а затем еще и австралийкам за бронзу. Ну, собственно говоря, с Австралией и сборной России вообще в последнее время не лады. Но так или иначе, тогда, в 2006 году, в сентябре на чемпионате мира, Россия-США полуфинал чемпионата мира. Золотые составы сборной России и сборной США. Но меня заставило об этом вспомнить отдельные личности в составе сегодняшней команды. Та же Ирина Осипова, та же Даяна Таурази, Ольга Артешина, Симон Агастус. Да, были времена. Уж простите за ностальгию, но мы тоже должны об этом помнить, да, сейчас? Сейчас у российского баскетбола на уровне сборной времена не лучше. Но для подъема духа пересмотрите этот матч. Полуфинал чемпионата мира 2006. Татьяна Видмер тем временем два штрафных исполняет. И первая уже реализовала 65-51. 65-51. Это не эхо, это просто не попадание Татьяны вторым штрафным. 14 баллов преимущества у ГМК. Ну и сейчас все зависит от того, насколько продуктивно эту четверть и та и другая команды проведут в атаке. Таурази скидка на Белякову. Груда Видмер здесь на прямых ногах ее пытается удержать. И что там считается это попаданием? Пробежки здесь не было. Хотя важный так называемый трекинг. У Сандрин Груда арбитры сегодня уже фиксировали. Да, два очка засчитано. 67-51. У Динамо сложностей с фолами особых нет. Целая группа спортсменок, которые по два раза нарушали правила. Это Татьяна Видмер, Ирина Осипова, Гумики и Сеймон Агастус. Три фола у Бритни Грайнер. Ну, не знаю, будет ли вообще Олаф Ланг ее сегодня задействовать. Пока, во всяком случае, без нее обходимся. Ну, а дуэль центровых Ви-Ви, Видмер-Вьеру проходит с переменным успехом той или иной стороны. Декобсона красиво подвесила, но не забила. Но если говорить о персоналиях, то на счету Натальи-Вьеру 2 очка, на счету Видмер 4. А у Вьеру вообще нет очков, прошу прощения. Ну, вот пока Видмер в этом плане хотя бы эту микродуэль обыгрывать, выигрывать. Поскольку до общей победы ее команде, судя по всему, тут уже, может, и не дотянуть. Хотя бывали случаи, что и 20 очков удавалось отыгрывать за четверть. Но для этого нужно стабильно забивать. Хотя в третьей четверти у Динамо чуть-чуть повыше проценты бросков и реализации. Но все равно этого недостаточно. В баскетбол играют не одну четверть, а четыре. А Бритни Грайнер-то, кстати, еще появится сегодня. Она уже у судейского столика находится. Осипова тем временем из-под Сандрин Груда еще 2 очка набирает. 14 очков у нее уже есть. У Хардинг 15. Ну, Ирина все-таки в хорошей форме. Посмотрим, как она еще проявит себя в ключевых матчах Евролиги. Второй круг, который еще впереди. Ну, а пока что не забивает Сандрин Груда. И никто ее там не страховал в подборе. А здесь такой и короткий, достаточно дежурный, хотя, может быть, не совсем логический. И фулл от Таяны Таурази никакой опасности этот проход Хардинг в себе не таил. Там все были уже, в принципе, перекрыты. Все расставились, разобрали своих оппонентов. Ну, да ладно, что совершено ребром, локтя, то уже пером вписано в протокол. Ну, в данном случае и на компьютере набрали. Хардинг на Анетте Якобсоне. Белякова здесь в одиночку не справляется. Но тут же подключается Татьяна Видмер. И без сопротивления со средней дистанции еще два очка укладывает. 13 преимущества. Ну, вот удастся ли Курску? Ну, видимо, делом принципа, конечно, для Динамо сейчас хотя бы из минус 10 выйти. Но тут Торренс еще не забивает. И Хардинг набирает скорость. Да, если сейчас Курску удастся пара попаданий, а у ГМК в свою очередь нет, то длившаяся практически весь матч под диктовку у ГМК игра рискует обернуться веселой концовкой. И вот один из ее предвестников. Попадание от Анетте Якобсоне из-за дуги и 68-58. Пола фланги берет второй тайм-аут, а Гундер с ветра уже две четверти подряд обходится без минутных перерывов. Хотя ему, безусловно, тоже есть что сказать своим подопечным. Да, не сказать, конечно, что игра подвисла 10 очков. Это тоже серьезное преимущество. Ну да, ждали мы сегодня особой угрозы от Якобсоне и Агастус. Но их-то более-менее выключать из игры удается. А вот Осипова, хоть в защите, конечно, не лучший сегодня матч проводит, но в нападении компенсирует это с лихвой. Плюс Хардинг. Динамо Курск. 20 лет в прошлом году этой команде исполнилось. Основана она была в 1994 году под названием «Светлана», кстати, в честь одноименной строительной фирмы. Но в 1997-м стала подведомственной региональному управлению внутренних дел и переименована в «Динамо». С 1999 года в Суперлиге, но так уже 15 лет среди элиты российского баскетбола. Однако лидирующие позиции уже команда за собой застолбила в 10-е годы 21 века. «Тауразис» со средней попадает. 70-58. Но только в последние три года «Динамовки» стали стабильно попадать в тройку лидеров российских соревнований, но в помощи международных. Очень важный сейчас был момент для Хардинг, но очередной трехочковый она сама не забила. Ей здесь никто не мешал, она сама просто-напросто не попала. «Грайнер» и «Тауразис» сейчас хорошую двоечку разыграют. И три штрафных сейчас исполнить «Даяна» «Тауразис». Так что она не забила трехочковый, пусть особо никого из поклонников Курска сейчас не расхолаживает. Штрафные «Тау» тоже бросают неплохо, хотя и у нее бывают неудачные дни. Момент-то важный действительно сейчас был. «Тауразис» фактически всю игру молчавшая сейчас набрать. Набрав подряд пять очков, может снова интригу умертвить. Хотя понятно, что сколько сейчас. Ну плюс 14 снова будет. За шесть минут, в принципе, у Курска есть шанс. Ну хотя бы формально из тех же минус 10 выбраться. Торренс там уже бежит в атаку, в защиту уже готовится, если что. «Анета» и «Кобсона» накрывать. «Анета» и «Кобсона» подглядела, что сейчас «Ундерсветра» к себе «Анета» и «Кобсона» подозвал и дал ей пару наставлений. Но «Тауразис» не промахивается. Три из трех. «Видмер». Но здесь и со средней дистанции уже непросто атаковать. «Черепанова» и «Тауразис» вдвоем здесь пытались нейтрализовать «Сапова». Уходит время и три очка. Нет, два. Два наступило все-таки на линию здесь «Хардинг». Ну ладно, 73-62, так или 73-60. 13 очков по-прежнему остаются. «Торренс» в угол на «Черепанову». «Марии» пока сегодня всего два очка, но как же классно она их использовала. Ну а здесь очередной фул нападений. И четвертый для «Бритни Грайнер». Да, самая результативная. Пока же вроде и самая грубая. У «Торренс» 23 уже очка. «Видмер» мажет со средней, но едва там не успевает на этот подбор. А здесь схватились «Черепанова» и «Вегеру» на лицевой. Ирина последней мяча коснулась. 13 очков. Прессинга сегодня почти не видно со стороны «Динамо». Но «Хардинг» здесь как может старается мяч в процессе передачи от игрока к игроку отвоевывать. И сейчас у нее это почти не получилось. Но не было четкой фиксации и контроля. Соответственно, сейчас очередной шанс будет у УГМК. «Торренс» в угол на «Черепанову». Мария через руку. «Якобсона» не забивает. Ну и там «Татьяна Видмеру» на «Тали Виеру» снова выигрывает и позицию, а затем подбор забирает. Не все-таки хороша вот эта дуэль «Ви-Ви». Достаточно интересная. Ну на сей раз на «Хардинг» уже никто не выбегает. Все словно ждут, когда она сама будет действовать. Она дает Осиповой. Но Ирина здесь явно увлеклась тем дриблингом. Вдяночку пройти-то у «Разии» и «Грайнер» в принципе удалось. Споткнулась на «Виеру». Ага, «Грайнер» все-таки успела зацепить. Ну и все. Для «Бритни» гейм оуа на сегодня. Меняют «Видмер». Меняют «Агастус» уже давненько не отдыхавшую. Возвращается «Агвумики». Возвращаются «Якобсоны». А УГМК уже 4 фала. Но все равно маловато, маловато времени у «Динамо». Да, бороться нужно. Нужно быстро реализовывать свои очки. А сейчас очередной подблокшок «Сандрик Груда» здесь попадает «Огвумики». Ну и в результате без нарушения правил, ну и без последнего касания УГМК. Мяч уходит за пределы площадки. Хардинг остается прессинговать. У «Бундерса» в запасе еще есть все тайм-ауты. Ну что, он-то явно еще не смирится. Ну, сейчас все будет зависеть от того, как УГМК вот эту атаку завершит. Вот сейчас решающий такой момент, когда еще около 4 минут. Ну, «Огвумики» фалит на «Сандрин». Это непробивное нарушение, но это последний такой фолк, за который «Динамо» еще ничего не будет. А «Огвумики» он, кстати, уже третий персональный. Ну и все-таки попросил минуту «Гундарсветра» у судейского столика. Я продолжу о Курском «Динамо», потому что в 2012 году команда выиграла свой первый серьезный турнир. Это был Кубок Европы. Тогда команда весь прошла его без единого поражения. И только в полуфинале, там в чисто российском противостоянии, сумела нанести поражение «Вологде». За «Волом», ну, кстати, тогда играла Мария Черепанова. Ну, а в составе «Динамо» Курского выступала Амна Петракова. А ныне Петракова и Черепанова защищают цвета УГМК. Но Петракова сегодня так на площадке и не появилась, как и Оля Артешина. Ну, а за Курск тогда феерила Мишель Сноу. Тем не менее, первый финальный матч в турецком «Кайсере» «Динамовки» уступили 69-55 с преимуществом в 14 очков. Казалось, что выиграть дома ответный будет очень сложно. Тогда в Кубке Европы именно считали, считали разницу мячей. И в ответ на матч «Динамовка» Курска удалось невозможное 75-52 с преимуществом в 23 очка. Они турчанок сокрушили и завоевали свой первый, ну и последний на данный момент международный трофей – Кубок Европы, который дал им, что немаловажно, путевку в Евролику. Тогда «Динамо» тренировал Альфреда Свойнаускас. Он чуть позже ушел в сборную России, где его карьера, впрочем, тоже была непродолжительной. Ну а «Динамо» возглавил «Гундарс Ветра» и сейчас он работает главным тренером этой команды по сей день. В принципе, пока что успешно. Наверняка многие понимают, что ставить задачу выиграть чемпионат России не совсем хорошо. Но тут дело-то даже не в УГМК. Дело в том, что Курску еще бы с надеждой разобраться. Ведь уже второй сезон подряд «Динамовки» в полуфинале «Оренбургской надежде» неизменно уступают. Но «Надежда» в свою очередь является одним из самых удобных по статистике последних лет соперником именно для УГМК. И поэтому в таком случае финал намертво сразу же лишается интриги. 4 минуты 6 секунд до конца. Курянки первыми выбрали лимит командных замечаний. Груда будет сейчас исполнять два штрафных. И первый не забивает. 73.60. Около двух минут. Уже, кстати, ни то, ни другой команде не удается поразить кольцо соперника. Вторая попытка Сандрин Груда на сервис уже оказывается результативной. 74.60. Но пока все еще сохраняются шансы у «Динамо». Во-первых, выйти из тех самых минус 10, о которых мы неоднократно уже рассказывали. Ну и попытаться что-то еще сделать. Так или иначе, Иосипова, Ягвумики и Агастус все лучшие сейчас на площадке. Ягвумики в конце концов забивает. Хотя ей там очень неплохой достаточно скресс пришлось выдержать. Ну а здесь Хардинг тормозит Таурази. Сама же ее поднимает. Тауслов не обращает внимания, что перед ней извиняются. Здесь для нее важнее отдать указания. Ну и сама же отправляется бить штрафный. А, ну понятно теперь, почему она на извинения Хардинг не обращала в Тимане. И надо было сконцентрироваться как можно сильнее сейчас перед вот этим исполнением бросков с линии. Два из двух от Даяны Таурази. И у Динамо по-прежнему Агвумики, Агастус и Хардинг на площадке. Агвумики сейчас фактически перешла на вторую позицию центровой, которую она может закрыть теоретически. Хотя и здесь, конечно, у Иосипова играть поудобнее. Ну все, теперь ни одной из команд безнаказанно фалить нельзя. Помимо персональных замечаний, теперь все будут наказываться штрафными. И Агастус, который пока всего 6 очков так и набрали. Ну теперь 7. 76-64 Не по-прежнему есть какая-то своеобразная интрига. Понятно, почему динамовки сейчас фалят. Хочется игры, но Ветра все равно недоволен. Явно подсказывал здесь Хардинг, что не на том фалии. Ну не на Таурази же. Даже если Тау один хотя бы смажет, это все равно не повод для какой-то радости. А она и так не промахивается. Ну смазала в конце концов. Ладно. Подбор за Агвумики. Есть возможность сейчас у Курска еще одну атаку провести. Ближе, чем на 10 очков, Динамо сегодня не подходило к УГМК. И Кобсоне. Агастус. Через руки Торренс. Очень сложный мяч попадает. 77-66. Три минуты. И вновь Таурази. Она почти всегда наверняка сейчас будет с мячом, чтобы выжидать Динамовкам на ком сфалии. Но может быть какую-то атаку Ветра здесь посоветовал своим и без фала провести. В принципе сработало бы, но там не разобрались. Кому брать подбор в самой трехсекундной зоне. Мяч отскочил к Таурази. А она-то провоцировать умеет прекрасно. Ну и Сандрия сейчас в лоб. Агвумики, но не попало. В общем, перетерпели Динамовки в защите. Что они покажут в нападении? У них уже меньше трех минут. Хардинг не дает бросить трехочковые. И здесь фол со стороны Натальи Вигеру на Агвумики. Да, так или иначе в концовку команды все равно шагнули. Пусть она, может быть, и не окажется интригующей. Но, согласитесь, определенные вопросы относительно исхода этого матча сейчас еще остаются. Но все зависит от того, как Агвумики исполнил свои штрафные. Первый не забил. Так что, а был шанс хотя бы формально из минус десяти выйти? Она и из одиннадцати не вывела команду. Два промаха, так что фол Натальи Вигеру была права. Если, конечно, он был. Она возражала, кстати, очень достаточно серьезно сейчас. Торренс со средней тоже мажет. Хардинг забирает подбор. И еще повисает несколько секунд такого напряжения. Хардинг Торренс играет на Осипову. Осипова решила через Хардинг сутки назад сыграть. Там 12 секунд еще есть. В принципе, достаточно времени. И Хардинг, и три очка. И три очка от Линдсей Хардинг. И счет становится 77. 60 мулька. И совсем удобная комментаторская позиция. Одно табло за гаражный флаг России. Два других майки игроков, подвешенные под потолком. С экрана счет пропал. Так что сейчас придется ждать, пока погаснут эти экраны. Но в конце концов, интрига какая-то определенная так или иначе сохраняется. Ну, в матче этих команд, наверное, иначе быть не могло. 69. Ну да. Значит, там все-таки два очка было на линию, наступило. Ладно, две минуты. Две минуты и восемь уже очков преимущество у ГМК составляет. Бритни Грайнер, напомню, из-за перебора фолов игру вынуждена была завершить досрочно. Но есть Таурази. Это тоже два очка. Там тоже слегка коснулась она линии. 79-69. Интрига оживает. Ну и сейчас уже все зависит от точности Динамова впереди. И точность эту Наталья Вьеру крушит своим блокшотом, который она поставила снизу Агбумике. Как хорошо сейчас Вьеру отзащищалась против одного из лидеров от Акурска. У Хардинга уже 20 очков, 14 у Осиповой. А Таурази ставит точку в этом матче. Теперь уже окончательно. Сколько? 10 очков подряд она набрала. 82-69. Хардинг, естественно, тут сейчас попытается как-то посопротивляться. Там даже Агастус в лицевую выдали. Но здесь передача хоть и сработалась, ему он подержал мяч по максимуму. Развернулась, бросила, но уже не точно. 82-69 под конец. Динамовки Курска все-таки сумели догнать. Сумели определенную интригу матчу вернуть. Но нет, Альба Торрен сейчас все-таки не забивает трехочков. А там борьба Белякова и Якобсона. Но мяч все-таки остается у Динамовок. 45 секунд. Есть еще по перерыву у наставников. У Ветры даже два. Но в любом случае многое будет решать в плане распределения мест наверху турнирной таблицы. Конечно, следующий матчских команд в Курске. Ну а нас с вами, всех поклонников российского баскетбола. Осипова, тем временем, забытая всеми. И в отсутствии Бритни Грайнер, пользуясь вольготностью положения под чужим кольцом, еще два очка набирает. А всего их у Ирины сегодня уже 16. Так вот, 20 декабря, ровно через неделю в Оренбурге, матч за первое место по итогам первого круга премьер-лиги. И надежда против УГМК. Ну а затем начинается второй круг. В Евролиге же он уже стартовал. И в ближайшую среду, 16 декабря, здесь в Дивсе, УГМК играть с французским буржем. Не забили лисицы. Последняя атака. Агастус мажет. Осипова подбирает. Закрывает счет матча в этом Ирина Осипова. Да, считается это попадание. Вышли-таки динамовки Курска из минус 10. 82-73. Десятая победа УГМК. Браво Олаф Ланге. Браво его подопечным. Браво Бритни Грайнер, которая сегодня хоть пусть и с запяти полуфутматч не доиграла. Но тем не менее, браво так или иначе и динамовская команда. Пусть сегодня был их лучший баскетбол, но лучшая, конечно, впереди. Ну и Татьяна Витмер сегодня тоже за ее дуэр с Натальей Вьеру. Спасибо. А Ирине Осиповой, мне от меня вообще лично близкий поклон. Очень приятно видеть ее в неплохой форме. Давненько просто не видел. Матч изборной России не в счастье. На сегодня, ну, не в счет в плане соперников, конечно, в Швейцарии и Болгарии. На сегодня все. Трансляция организована телевизионным центром ГИФС. Благодарю всю нашу бригаду. Для вас работал комментатор Борис Аболин. До свидания. Самое, что участвовало в шоу «Интуинс» и «Болгарии» – это в шоу перерывы 16-го числа. Получите свою мысль. Продолжение следует.